Артём Бурасов родился и жил в Нефтекамске. Учился в средней школе номер 6. После окончания Уфимского колледжа он отправился на прохождение срочной службы. С 2007 по 2009 Артём Васильевич служил во Владивостоке в морской пехоте. Проститься с военнослужащим пришли родные и близкие друзья. Проводить Артёма в последний путь приехал и советник главы республики Рустем Ахмадинуров. От себя лично, от имени главы республики Башкортостан, ради правительства Хабирова, депутатов государственного собрания, выражаю вам самое искреннее сочувствие и соболезнование. Перед лицом опасности Артём Васильевич проявил себя как настоящий патриот и принял мужественное решение заключить контракт и стать в ряды вооружённых сил. Он был, пользовался уважением командиров, однополчан, проявил себя смелым и решительным воином. До конца остался верен в воинской присяге и погиб, защищая будущее страны. Артём хорошо учился, всегда был очень дружелюбным человеком, находил общий язык со всеми окружающими, независимо от возраста и социального статуса. Он обладал активной жизненной позицией и стремился быть в центре событий. Летом 2023-го Артём Васильевич, как истинный патриот своей Родины, решил добровольно стать участником СВО. Участники специальной военной операции – это настоящие герои, которые неуклонно стоят на страже мира и зависимости нашей большой страны. Они несут на себя тяжёлую ответственность, отдавая жизнь в борьбе с нацизмом, с врагом, защищая наши ценности. К сожалению, смерть стала неизбежной и для части наших бойцов, и забирают действительно самых лучших. Сегодня Левтикамский действительно прав. Артём Васильевич Бурасов героически погиб 29 октября 2023 года. Он – настоящий герой, который навсегда останется для всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Похоронили Артёма на городском кладбище в Кутлинке. Его семье будет оказана вся необходимая помощь. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».